Коммунальные и дорожные службы завершают уборочную кампанию. Очищены основные магистрали, ведется сбор и вывоз смета, мусора и опавшей листвы со второстепенных улиц и дорог. Сегодня мы видели некоторые территории, которые требуют особого внимания ухода. Это на улице Ухтомского, рядом с магазином «Магнит», это и тротуар, дорожка, которая ведет с улицы Некрасова к железной дороге. То есть видели огромное количество мусора, которое необходимо сейчас тоже убрать. Горького 1А, Горького 1, пустырь за контейнерной площадкой, где тоже необходимо в ближайшее время нести порядок. В целом ситуация в городе стабильная, сейчас все силы брошены на то, чтобы завершить всю уборочную кампанию и успеть за оставшиеся три недели нарядить, подготовить Электрогорск к встрече нового года. В городе продолжается модернизация контейнерных площадок в соответствии со стандартами раздельного сбора отходов. На одной из них мусорный контейнер создает неудобства для жителей. По их просьбе бункер будет перемещен. Дети идут в детский садик. Набери тогда вот по этому месту, чтобы убрали с тротуара, потому что он стоит на тротуаре. Люди с колясками обходят по дороге все это. По традиции проверили содержание территории, прилегающих к торговым объектам. Есть ряд замечаний. В рамках сегодняшнего объезда приятное впечатление оставила реконструкция контейнерных площадок. Контейнерные площадки сделаны по всем стандартам. Этот момент положительно отметили. Выявили некоторые замечания состояния линии теплосети. Ответственным листам будет направлена информация для востранения нарушений. Также было отмечено негативные со стороны состояние прилегающей территории объектов торговли по улице Лавух Томского. Взяли в работу, будет направлено предписание для устранения нарушений. Теплоснабжающие компании МОСЭНЕРГО после проведения восстановительных работ на теплотрассе поручили более качественно благоустроить участок. Вот это место, Артем Сергеевич и Виктор Иванович, напишите письмо в ТСК МОСЭНЕРГО, что мы приехали, посмотрели. Как временные меры мы принимаем, но поставьте им закрытие на май месяц, апрель-май месяц. Пусть заказывают подрядчику вот так прям обрезку. И вот этот проезд, так как они здесь регулярно копают, делают нормальный, цивилизованный, вместе со всеми бордюрами, со всеми делами и с подсыпкой. Тем более сейчас после зимы здесь это место явно будет яма, видишь, и уже лопнул. На календаре уже практически половина ноября. А это значит, что в городе началась подготовка к Новому году. Праздничные ели устанавливают в местах проведения массовых мероприятий у Дома культуры и на бульваре. Совсем скоро елки украсят шарами и гирляндами. Ведется монтаж малых архитектурных форм, а автомобильную дорогу по улице Советской оформляют цветовыми консолями. К началу декабря фасады и внутренние помещения, учреждения, предприятия, организации торговых объектов, а также центральные площади примут красивый новогодний облик. Вчера провели большое совещание со всеми нашими культурными организациями, со всеми нашими художественными деятелями, для того, чтобы определить программу празднования Нового года, какие мероприятия мы планируем непосредственно перед первым января и, соответственно, в новогодние каникулы, чем мы должны порадовать жителей и какие программы культурно-массовых мероприятий должны в городе быть в новогодние праздники, каникулы, чтобы было для наших жителей весело и задорно прошли новогодние праздники. То есть сейчас мы об этом уже думаем и готовим все эти программы, о которых мы сообщим чуть позже. Редактор субтитров А.Семкин